В Казанском университете вручили дипломы докторам и кандидатам наук. Комариная симфония не дает покоя мирным жителям. Кто утонет, купаться больше не будет. Продавайте доллары, покупайте юани. Всем привет! В эфире Универньюса в студии Тагмина Мадатова. Визит делегации Казанского университета в Киргизию завершился. Последний день визита, исполняющий обязанность директора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский, посетил Радио Спутник, где рассказал об эволюции высшего образования и о том, какими должны быть отношения преподавателя и студентов в системе современного высшего образования. Полная запись подкаста доступна на сайте Радио Спутник Кыргызстан. В Казанском университете прошла церемония вручения дипломов докторов и кандидатов наук. Подробности смотрите далее. В музее истории Казанского федерального университета состоялось торжественное вручение дипломов ученых степеней, кандидата и доктора наук. Открывал церемонию исполняющий обязанности ректора Казанского федерального университета Дмитрий Таюрский. Он поздравил присутствующих со столь важным в их жизни событием и поблагодарил за вклад в развитие университета. Должен сразу сказать, что пройти через ситок диссертационного завета Казанского федерального университета не так просто. Вы, наверное, себе это ощутите. Но обычно мы в этом случае говорим, что если уж прошли, то это надежно. Я, Фили Ши, хотел бы пожелать вам дальнейших успехов, не останавливаться на достигнутом, идти вперед. Путь к докторской степени начинается в высшем учебном заведении, когда студент выбирает интересную для него область науки, подготавливает качественный диплом. После успешной защиты перед человеком встает вопрос, готов ли он к серьезной научной деятельности. Если ответ положительный, то значит пора идти в аспирантуру и работать над получением степени кандидата наук. Затем можно браться и за докторскую. Тема моей диссертации называется «Уголовно правоохрана общественных отношений, связанных с робототехникой». Это первая диссертация в Российской Федерации, где загладываются основные концепты регуляторики и охраны отношений, связанных с роботом. Когда робот является предметом преступления, робот является средством совершения преступления. Это перспективная технология. Робототехника перспективная, именно сквозная технология. Ее надо изучать, ее надо регулировать и, несомненно, эти отношения, которые связаны с робототехникой, и при том, управляемая и автономная, охраняется. Благодарю Казанский федеральный университет за знания, которые я получила, за вручение диплома. Долго к этому шла и сегодня получила диплом и очень счастлива. Дмитрий Таюрский подчеркнул, что в Казанском университете были созданы собственные диссертационные советы, которые возобновят свою работу с 1 сентября уже в новом составе. Напомним, что организация прекратила свое существование 30 июня 2022 года. Алина Красильникова, Фарид Захитуглы, Универньюз. Аномальное нашествие комаров на жителей Казани в этом году создало настоящую шумиху и недовольство горожан. Почему они атакуют мирных жителей и можно ли убавить комариную симфонию? Далее в сюжете. Казанское лето 2022 года можно поистине назвать комарином, ведь летающего ковра такого масштаба давно не было замечено. Горожане опустошают полки защищающими и противовоспалительными спреями и мазями. Но от этого был бы, безусловно, толк, если бы комары не атаковали буквально все части города. В следствии этого в столице Татарстана было принято решение об обработке 158 водоемов. По данным пресс-службы мэрии Казани, на данный момент обработали уже 70 водоемов общей площадью 282 гектара. Ежегодная обработка началась уже 23 июня. Перед этим водоемы обследуют на наличие личинок комаров, а после результаты проверяют специалисты Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан. Комары у нас обычно появляются где-то с 10-15 мая. Если май он теплый, то они начинают постепенно появляться, то есть вот эти поколения, они начинают нас кусать, потом они отрождаются, то есть напиваются кровью, откладывают яйца и умирают. Но когда происходит похолодание, у них задержка вылита. Их догоняет следующее поколение, потом еще следующее. А у нас май был такой, что он напоминал больше октябрь. И, соответственно, только в июне и даже во второй половине июня у нас как раз произошла вот эта уже скопившаяся, ожидающая хорошей погоды, вот эта масса комаров. Комары преследуют нас на природе и в городе с ранней весны до поздней осени и способны испортить своим присутствием даже самый приятный отдых. Их укусы вызывают неприятный зуд. Однако не все комары одинаковые даже в одном регионе. Есть вещи, которые комары очень не любят. Так как же можно предотвратить нападение летающих кровопийцев? Предотвратить это аэрозоли-репелленты. Они сейчас достаточно действенные, поэтому если мы идем в лес, на пикник, то мы ими брызгаемся. И действительно комары, они, значит, отпугиваются этими репеллентами. Причем сейчас они хорошие, даже их можно брызгать на кожу и на лицо. Они не оказывают никаких отрицательных воздействий. Единственное, что, значит, в жаркую погоду, когда потеешь, то вот этот вот репеллент, он все-таки с потом сходит, и комары опять начинают беспокоить. Несмотря на всеобъемлющую ненависть россиян по отношению к комарам, все-таки нужно понимать, что эти насекомые просто необходимы природе, как и все живое на планете. Остается только научиться грамотно выстраивать личные границы и жить в согласии. Правда, желательно не пересекаясь друг с другом. Ни один купальный сезон не обходится без гибели людей на воде. Спасение утопающих – дело рук очевидцев. Что нужно знать и как действовать при виде тонущего взрослого или ребенка, расскажем далее. Купальный вал смертей на воде, жара на улице, дает о себе знать. В Татарстане только на этой неделе погибли 8 человек, в том числе четверо детей. Всего же с начала года утонули 25 человек. Президент Татарстана Русам Миниханов призвал усилить контроль за ситуацией на водных объектах. В частности, уделить особое внимание неорганизованным миссамбле купания. В МЧС проводят профилактические беседы и учат татарстанцев правильно себя вести. В основном, когда вы извлекаете пострадавшего из воды, необходимо по возможности уложить пострадавшего на ровную поверхность, очистить дыхательные пути при наличии, если там есть какие-либо инородные тела. Это могут быть ротная масса, песок, ил. И далее открыть дыхательные пути, то есть путем переразгибания головы, произвести 5 вдохов и дальше начать сердечно-легочную реанимацию. 30 компрессий, 2 вдоха. Обычно человек тонет по нескольким причинам. Паника, судорога и купание в состоянии алкогольного опьянения. Реже из-за травмирования при погружении в воду, попросту ныряя. В Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета проводят специальные курсы по оказанию первой медицинской помощи, где объясняют и наглядно показывают, как действовать в сложившейся ситуации. В нашем институте мы проводим курсы для всех желающих по первой помощи, где мы разбираем и сердечно-легочную реанимацию, базовую, и базовую реанимацию с применением автоматического наружного дефибриллятора, ну и также захватываем вопросы по утоплению, по обструкции дыхательных путей и остальные, которые интересуют наших слушателей. Статистика показывает, что 80% несчастных случаев происходит в местах, не предназначенных для плавания. Поэтому очень важно правильно выбирать место для купания и соблюдать несложные правила безопасности на воде. Елизавета Никитина, Никита Акиншин, Универньюз. Специалисты высшей школы экономики озвучили ключевые признаки глобальной дедоларизации. С чем связано снижение позиций валюты США и что это значит, узнавала Карина Саяхова. Роль доллара в мире значительно ослабевает. Такое умозаключение вынесли эксперты факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики и обусловили это следующими признаками. Ускорение процессов дедоларизации в странах мира, снижение мировых валютных резервов и расширение использования цифровых национальных валют. Таким образом, по итогам первого квартала 2022 года, мировые валютные резервы снизились до 12,2% мирового валового внутреннего продукта. Это минимальный показатель с 2018 года. Все страны начнут менять структуру своих валютных резервов, избавляясь от долларовых активов, которые перестали быть надежным вложением и надежным хранилищем запасов. И будут пытаться переходить в активы, номинированные в других валютах, включая и евро, и китайские юани, и японские и иены. К ослаблению доллара также ведет и расширение использования цифровых валют и платежных систем. Так, в КНР и РФ были созданы отечественные системы передачи финансовой информации, национальная китайская система банковских переводов КИПС и российская межбанковская система передачи финансовой информации и совершение платежей. Власти Китая намереваются расширить возможность использования цифрового юаня, а Центробанк России, в свою очередь, планирует внедрять цифровой рубль. До сих пор доллар почему пользовался таким спросом и таким уважением в финансовом мире? Потому что за него можно было купить все, что угодно и где угодно. То есть он был универсальным средством платежа за любые товары и услуги. Если сейчас будет происходить отказ от продажи за доллары тех или иных товаров и услуг, это будет означать, что доллар потеряет свой статус глобального мирового средства платежа, средства расчетов. Несмотря на многочисленное количество информации на эту тему, на данный момент достаточно сложно сделать вывод о том, как все же пройдет этот процесс, какие сроки и какие последствия стоит ожидать. Карина Саяхова, Универньюс. О других событиях и жизни университета в традиционном обзоре. В Альметьевске прошел ежегодный нефтяной саммит Татарстана. Участие в мероприятии приняли Рустам Миниханов, руководитель ряда федеральных ведомств, представители нефтегазовой индустрии, сотрудники научных центров и высших учебных заведений. Раньше мы методом тыков всего находили, а сейчас уже методом исследований, математических анализов, моделей. Мы поставили очень мощную лабораторию, геохимическую, затопную. Вот она позволяет решать массу проблем, начиная от поисков месторождения, то, что мы сейчас делаем, у нас интересный проект «Газпром» есть такой большой, вот по шелику. То же самое делаем для ромашкинского месторождения. Я вот думаю, что в этом году мы доложим все интересные, такой проект у нас есть, когда месторождение образовалось. На этом все. В студии была Тагмина Мадатова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!